Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что вы снова с нами. Сегодня мы поговорим о количестве повторений, количестве подходов и отдыхе между ними. Количество повторений определяет вид гипертрофии, которую мы хотим вызвать. Напомним, что гипертрофия – это мышечный рост. Гипертрофия бывает двух видов. Миофибриллярная – это рост мышц за счет роста самого волокна. И саркоплазматическая – это увеличение мышечной массы за счет питательной жидкости окружающей это волокно. Теперь переходим к количеству повторений, как они влияют. Работа в количестве от 1 до 6 повторений – это работа на силу. Она вызывает миофибриллярный рост мышц. Работа в диапазоне 8-12 повторений, прибавку дает в массе, объемах мышечных и рост увеличивается мышечный за счет саркоплазматической гипертрофии. Работа в диапазоне 15 и выше повторений дает нам выносливость силовую и оформляет наш рельеф. Согласно последним исследованиям бодибилдинга, новичкам рекомендуется делать в подходе от 12 до 15 повторений. Таким образом их нервная система адаптируется, как бы запускается программное обеспечение их организма для того, чтобы сигнал с головного мозга быстро поступал в работающую мышцу и происходило максимально быстрое его сокращение мышечной группы, мышечного волокна. Количество подходов определяется телосложением человека, определяется восстановительными способностями его организма, тренировочной программой, целями. Поэтому тут однозначный ответ дать нельзя, но в целом существует как бы схема, придерживаясь которой вы можете, конечно, там варьировать по собственному состоянию. Если вы хотите работать на силу, то количество подходов будет у вас от 4 до 5. Если вы хотите работать на рост мышечных объемов, будет в среднем 4 подхода вполне достаточно. Если вы работаете на выносливость силовую, то 15-20 повторений, то достаточно будет 2-3 подхода делать в таком режиме. Таким образом мы видим, что сила мышц непрямо пропорциональна объему. То есть есть атлеты, которые работают исключительно на абсолютную силу. И если мы обратим внимание, есть такие атлеты, у которых мышечные объемы при достаточно большой силе будут довольно-таки скромными. Поэтому если вы хотите быть максимально сильными, объемными, рельефными, необходимо варьировать между двумя видами гипертрофии. То есть между двумя, между тремя видами количественных повторений. Таким образом вы достигнете и силы, и объемов, и будете при этом рельефными, красивыми. Количество отдыха между подходами. Если вы работаете на силу, то есть в количестве повторений от 1 до 6, вы будете напрягать ваши быстрые волокна. Быстрые мышечные волокна восстанавливаются в течение 3-5 минут. Соответственно, это ваш отдых. Если вы работаете со средними количеством повторений 8-12 и средне тяжелыми такими умеренными весами, то отдых будет составлять 1,5-2 минуты. И если вы работаете на силовую выносливость, рельеф в 15-20 повторений больше, то у вас отдых должен составлять не более 40-60 секунд. Это классическая схема. Но если вы чувствуете, что вы готовы, восстановились, не надо смотреть на часы, отсчитывать последние 10 секунд. Вперед работайте, не жалейте себя. На какое количество повторений вы не собирались бы работать до 6-12-15, последнее повторение должно быть у вас в подходе отказным. То есть, если вы запланировали сделать 6 повторений, 6 должно быть, черт побери, 6, а не просто 6. Если вы чувствуете, что выполняя последнее повторение в подходе, у вас не возникает намерения употребить ненормативную лексику, значит оно не последнее. Значит надо добавлять вес, чтобы последнее было, скрипя зубами, действительно 6, 12, 15 повторение. Я не призываю вас употреблять ненормативную лексику вслух. Это должно быть внутреннее состояние, состояние максимального напряжения и боли, через которое вы готовы переступить. Потому что боль это неотъемлемая составляющая вашего роста. И умея через нее перешагивать, вы достигнете желаемого результата. Конечно, материться ни в коем случае нельзя, но внутри вы должны быть готовы вот это на последнее напряженное напряжение. Слабые сдаются, сильные побеждают. Будьте сильными, будьте здоровыми. Смотрите нас на канале, приходите к нам в зал. Всего доброго, пока!